добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о разделенной идентичности как преодолеть разрыв между наличным я и представляем еще одна вещь еще один совет необходимо преодолеть страх необходимо преодолеть страх перед тем чтобы показать себя таким какой ты есть и для этого нужно сделать все несколько вещей во первых вам нужны друзья родственники на хорошие знакомые может быть но вам нужны люди которые будут принимать вас такой как таким какой вы есть вам нужны те люди которые будут вам нужны люди с которыми вы будете чувствовать себя свободно которые не будут использовать ваши слова ваши поступки для того чтобы каким-то образом вас укорить там или унизить чтобы вырваться из цепких когтей страха показать и проявить себя вам необходимы любящие люди рядом это первая и очень важная составляющая вторая это риск даже если вы уверены что этот человек вас любит и сегодня у вас с ним потрясающее отношение вы побаиваетесь быть самим собой потому что может пройти некое время отношения изменятся это человек будет использовать вот то что он сейчас видит против вас и со мной это происходило очень много моих друзей которые были моими друзьями через некоторое время использовали мою открытость использовали слова которые им говорил в приступе искренности как иллюстрацию того что я негодяй может быть я и был негодяем но это третья вещь когда вы открываетесь когда вы проявляете какие-то вещи показываете себя таким какой вы есть вы боитесь того что вдруг из вас вылезет что-то негативное люди это увидят и скажут ой смотрите плохой человек вот это вам нужно пойти на риск как в отношении друзей которые могут вас предать впоследствии так и в отношении вот проявления негативных черт я скажу вам одну вещь до тех пор пока вы не проявляете негативные черты своего характера вы не сможете от них избавиться для того чтобы выдавить пасту из тюбика надо как бы это банально не звучало выдавить пасту из тюбика назад сложно все запихнуть очень сложно попробуйте я я вам советую если вы проявили какую-то негативную вещь то вы в обязательном порядке получите дружеский отлуп вы обязательно получите какую-то дружескую критику и вы изменитесь немного но изменитесь вот на одной из групп один из наших мужчин начал говорить о том что женщин с психическими расстройствами он ляпнул это алкоголичек нужно стерилизовать и вдруг повисла тишина и все смотрят на него и говорят ты что говоришь это же фашизм это же нацизм это же геноцид это ты неправильно думаешь я посмотрел как он жал голову в плечи испугавшись что вы сейчас будут бить но я увидел как мужчины которые его окружали они начали ему говорить ты неправильно думаешь ты не так думаешь это неправильно стали объяснять почему неправильно и знаете что я заметил в этом не было агрессии в этом не было давление в этом было только одно желание показать человеку в чем он не прав и более чем уверен что ему будут обязательно этого вспоминать чтобы поправить и это нас воспитывает это нас делает лучше но до тех пор пока вы держите это в себе это не